Друзья, я приветствую вас в официальных аккаунтах медиахолдинга «Вечерний Магадан». Меня зовут Владимир Корсунский. И это программа о вкусной, простой и, самое главное, недорогой пищи, которую мы будем готовить здесь в рамках программы «Еда без труда». Во всем этом нам сегодня будет традиционно уже помогать шеф-повар фудкорта торгового центра «Моли Мол» Кирилл Карусинов. Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Не зря мы встретились именно утром, потому что сегодня у нас завтрак. На завтрак многие что едят? На завтрак, наверное, многие едят завтрак. Завтрак, ну, сырники. Сегодня мы будем готовить сырники. Сырники у нас будут не совсем простые, так как праздники у нас миновали. Праздника хочется. Да, но праздника хочется. Мы очень много сидели за столом, кушали вкусно, середку под шубой, оливье, холодец. Все в хороших русских традициях. Поэтому сегодня... С грустью вспоминаем. Да. Поэтому сегодня сырники у нас будут не просто, сырники у нас будут без сахара. Они будут, скажем так, из разряда правильного питания. Поэтому себя надо приводить в форму. Нужно питаться вкусно и полезно. То есть, диетические сырники? Да. Сегодня у нас будут диетические сырники. Мы будем туда добавлять минимальное количество сахара. Его можно заменить для тех, кто, допустим, находится на стройкой диете. Его можно заменить на сахарозаменители, на сиропы из того же топинамбура, допустим. Это очень легко и просто. Вот. Ну, в принципе, все. Что нам потребуется для приготовления диетических послепраздничных сырников? Для этого нам потребуется сыр сулугуни. Вот мы взяли такой. Немножечко в палочках. Для этого нам потребуется сыр, творог, яйцо и рисовая мука. Вы выбрали рисовую муку, потому что это мука с большим содержанием клетчатки и с минимальным содержанием углеводов. То есть, тоже диетическое послание. Да, она часто очень применяется в диетах. Не просто диетах, наверное. В питании. У тех, кто занимается спортом, пытается вести здоровый образ жизни, очень многие используют рисовую муку. Ну, тот, кто не спортсмен, тот может заменить на обыкновенный. Да, вы можете выбрать любую другую. Это могут быть личные пожелания, это может быть гречневая мука, это может быть мука из льна. Какая вам больше нравится, то такое вы можете заменить. Итак, с чего начнем? А начнем мы с того, что нам нужно будет натереть сыр. Нам нужно будет его вскрыть. У нас для этого есть такая мисочка побольше. Для этого у нас есть терочка. И мы будем вскрывать и натирать сыр на терочку. Сыра нам нужно 100 грамм. У нас чуть-чуть больше. Практически. Да. У нас его 120. Сыр нам нужно натереть на мелкую терочку. Сыру на не подойдет мягкий. Ну, желательно на мелкую, чтобы он сильнее растворился. Кстати, для тех, кто будет тереть сыр, если вы сыр положите заранее в морозилку, он станет более твердый. И на терку его будет очень легко натирать. Вы не замараете руки. Он у вас не будет ползти, ломаться. Просто потрется очень аккуратно. Кирилл, ты часто готовишь сырники для своей семьи? Да. Ну, часто. В выходные, когда есть свободное время, когда есть желание, вдохновение. Именно такие же диетические или обыкновенные? Нет, я люблю обыкновенные. Самые-самые простые. И бабушкиные, да? Да. Я еще для себя добавляю немного изюма. Очень люблю изюм. И это все подаю с медом, с орешками. Очень нравится, очень вкусно. Сегодня мы, кстати, тоже будем украшать медом их обязательно. Потому что замена сахару. Итак, сыр мы натерли. Теперь нам туда нужно добавить 300 грамм творога. Творог у нас вот такой вот. Мы взяли 9-процентный, не сильно жирный, но и не обезжиренный. Кстати, по радости в жизни какие-то должны быть. Да, по желанию. Это можно заменить на любой творог. Это может быть обезжиренный творог, это может быть какой-нибудь крупный. Итак, вот теперь вам нужна ложечка. Я вас попрошу тоже поучаствовать в этом во всем. Вот вам ложечка. Мы теперь это все тщательно перемешиваем до состояния однородной массы. Да. Мы можем сразу добавить одно яйцо. Мы добавим в сырники немного мяты. Придадим аромата. Чтобы это были не просто сырники. Скажем так, легкие воспоминания о весне. Освежающие. Да. Мяту мы мелко-мелко порубим. Добавляем мяту. Вместе с мятой мы добавляем одно куриное яйцо. И две ложечки рисовой муки. Рассыпаем. Теперь нам нужно из вот этой массы, мы закатали эту массу до однородного состояния. Теперь нам нужно накатать небольшие шарики. Для того, чтобы дальше мы из них готовили сырники. Мы берем примерно вот такой вот комочек и хорошенечко его раскатываем. Работа повара подразумевает раненое пробуждение. Сколько примерно ты встаешь на работу? Я просыпаюсь в 7, полседьмого. В зависимости от дня недели. От поставленных задач на день. Это рада? Ну, с условием того, что мы работаем так же допоздна. И ложимся. Я всегда думал, что повар в часах в 4-5 утра уже во всеоружии на кухне. Это зависит от места, где вы работаете. Рестораны у нас открываются сильно позже обеда. Некоторые. Поэтому повар в ресторане просыпается часов в 11. Как белый человек. Бьет шуфер, принимает душ и идет на работу. Немножечко масла. Кирилл, а у тебя как прошли праздники? Работа? Конечно. Работа в первую очередь. Выходных надо было накормить всех. Все хотели кушать, пить чай. Но выходные выдались хотя бы несколько дней? Ну, конечно. Выходные были как у всех. По выходным. Но 1-го числа мы уже были открыты и ждали гостей. Всех желающих. Кто приходил на елку. Кто приходил на горку. Мы были рады всем. Все приходили голодные после праздничного. Да. В принципе, мы подогрели сковородку. И на слабом огне, чтобы сырники успели прогреться изнутри, мы их обжариваем. Обжариваем на малом количестве масла. Мы же все-таки хотим за здоровый образ жизни после праздничного. И после... Тем более у нас все такое обезжиренное. Да. И после мы положим на бумажное полотенце для того, чтобы остатки жира, масла, они остались на полотенце и ушли из сырника. Друзья, сырники вы можете приготовить. Дома. Ну а помимо сырника, если вы хотите ответить что-то вкусное, то вас всегда приглашают в буфет торгового центра «Море Мол». Где большое разнообразное меню, вкусные блюда, ну и, конечно же, вкусные и бодрящие напитки. Приходите в буфет торгового центра «Море Мол». Мы уже пожарили 7 наших сырников румяные, красивые, аппетитные. Теперь пришло время все это красиво оформить. Да, художественно. Я думаю, что подавать сырники мы будем с ягодами, с медом и можно еще орехи. Это все по желанию. Если кто-то не любит, допустим, орехи, либо не любит мед, это можно подать с джемом, это можно подать с йогуртом. То есть, варианты украшения могут быть разнообразными. Все зависит исключительно от вашего вкуса. Но мы будем украшать ягодками. Потому что мы любим ягоды. Для этого мы возьмем внутри сырничка. Так, немножечко ягод. Из ягод у нас губика, малина, клубника. В самих сырниках еще немного мяты есть. И мы, наверное, сверху тоже положим немного мяты. Для того, чтобы сейчас немного даст аромат. И будет маленький красивый листик мятки. Получится у нас такая незатейливая композиция. Все это дело мы поливаем медом. Ну и все. Друзья, вы посмотрите, какая получилась красота. Друзья, напомню, что мы сегодня готовили сырники, так сказать, послепраздничные, низкокалорийные. Всем желаем приятного аппетита. Ну а помню, за помощью приготовлений этих самых вкусных, ароматных, румяных, красивых сырников мы благодарим. Шеф-повара фуд-корта торгово-развлекательного центра «Моримол» Кирилла Руссина. Кирилл, спасибо. На здоровье. Нам остается пожелать вам только приятного аппетита. Друзья, ну и я, Владимир Корсунский, желаю вам всего самого доброго, хорошего настроения, приятного аппетита. Кушайте вкусные, полезные и, самое главное, недорогие блюда. Это была программа «Еда без туда». До встречи в официальных аккаунтах медиаполтинга «Вечерний Магадат». «Вечерний Магадат».